Вообще у нас неформальная, называется она «Ленинградские коммуналки. Дворы и парадные» и «Дворы и парадные». Вы знаете, я хочу сказать, что в этом подъезде очень бережно отнеслись скрепнения к скульптурным, композициям, потому что я видела до этого подъезда, 1913 года, когда зеленой масляной краской было замазано все. Что представлял себя Петербург, когда началась советская власть пришла? Вот в этих дворах, вот в этом дворе, в котором мы находимся, это был скотный двор. То бишь, крестьяне привозили сюда весь свой скот. И вот прямо здесь устроили скотный двор в Питерском дворе. Идем в квартиру. Чего квартира-то? Это сюрприз. Хочешь такую дверь? Я хочу такую квартиру. Мы ожидали от экскурсии по коммуналкам увидеть советскую разрубку, а попали в настоящий дворец. Потолок, сделанный на века, отмывали, очищали от слоя штукатурки и звездки и восстановили полностью всю лепнину. Эту печь после революции разобрали. Тогда вообще разбирали все изразцовые печи, потому что очень многие аристократы, когда уезжали, они надеялись вернуться, и они там прятали всякие драгоценности. Золото и бриллианты. И вот в надежде на то, что там эти золото и бриллианты есть, ее разобрали, ничего не нашли, потом снова собрали, и собрали не очень аккуратно. Вот видите, здесь такие стыки есть, делай покрупнее. Такой стык есть. Но, как сказала хозяйка этой квартиры, замечательно, это не дефект, это история, это след времени. С таким наследием сложно сделать столицу. Ты меня что-то знаешь? Я должна все время вещать? Нет, просто помолчи. Не могу.